Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Вы знаете, не хотела записывать так часто видео, ну потому что, наверное, всем уже надоело это мой болезненный вид. Вот, ну очень много вопросов было по поводу прививки, делать не делать, когда делать, что говорят врачи. Я спрашивала, задавал этот вопрос лечащему доктору и заведующему отделением. И сейчас я вам попробую передать их ответ все, что они, значит, сказали. А сначала я хочу показать погоду, какое за окно. У нас сегодня чудесный день, сегодня встретение, светит солнышко, морозно, очень красиво. Сейчас покажу вид из окна. Ну, и смотрите, какая красота. Это ж вот просто солнышко, голубое небо. Так хочется пойти погулять, но, к сожалению, гулять нам пока нельзя. Такие вот елки заснеженные, фонари тут. Ну, кто-то написал мне из подписчиков, что вас хотя бы там выпускали погулять. Ну, что, в эту красную зону выходить нельзя. И, кстати, сегодня выписали женщину с моей палаты, которая... 15 дней она пролежала здесь. Она прочитала свой Эпикриз. Вот, написано, что карантин две недели после выписки. Так что вот так вот. Ну, а я вам расскажу по поводу прививки. То, что мне сказал врач. Значит, вопрос был следующий. Делать ли нам прививку тем, кто переболел, когда ее делать и чего делать. Ее мнение и мнение заведующее отделением следующее, что вот нам сейчас, прямо сейчас делать прививку не надо, потому что у нас развиваются свои антитела. И за ними нужно, разумеется, следить и регулярно их проверять там на наличие, на количество. И когда там начнет количество сокращаться, тогда прививку можно делать. Кто это и когда это будет следить, неизвестно. Ну, то есть, видимо, сами должны ходить и там просить. Вот. Но я хотела рассказать следующее. Я хотела прививку сделать. У меня было такое желание. И когда мы с моими подружками были на шопинге, там был, я не помню, рассказывала или нет, там был кабинет, где делали прививки. И я туда зашла, стала, причем это все в торговом центре, ну, такой, знаете, не стационарный, передвижной типа. Вот. Я туда, значит, зашла, стала у них спрашивать, что нужно и как для того, чтобы сделать эту прививку. Мне сказали следующее. Нужен паспорт, нужен СНИЛС и нужен страховое свидетельство. Страхового свидетельства у меня с собой не было, был номера этого недостаточно, потому что нужно знать эту компанию, которая застраховала. Вот. То есть, если у меня все это было бы при наличии, я бы это все подала бы, они мне вогнали бы эту прививку, я была бы привита, а потом, значит, какое-то время я пошла бы и сделала повторно. Я эту историю рассказала лечащему врачу. Она немножко пришла в ужас и говорит, что, ну, видимо, это там для статистики и для всяких остальных вещей, делать так ни в коем случае нельзя, потому что, объясняет почему. Во-первых, нужно обратиться к своему терапевту, к своему лечащему врачу, к тем, кто за вами следит, потому что у вас могут быть противопоказания к прививке, ну, какие-то там болезни, например, сахарный диабет, там. Гипертония, еще что-то. Врач должен назначить вам для начала анализы, сделать крови, там, еще чего-то, там, не знаю, какие-то специальные анализы. И на основании этих анализов сделать вывод, можно ли вам делать прививку или нет. Это что касается здоровья. Но может в процессе выяснится, что у вас уже есть антитела. То есть вы переболели бессимптомно, антитела у вас есть, и никаких прививок вам делать не надо. Ну вот, это только что прочитала в ленте, что ВОЗ наш рекомендует даже переболевшим делать прививку. Ну, возможно, это так, но мнение врачей здесь, что прививку такую надо делать после того, когда уже начнет иммунитет этот спадать, и количество антител будет уменьшаться. Спросила, сколько это примерно по времени, не раньше, чем через полгода. Ну, опять-таки, у каждого индивидуально нужно за этим смотреть. Вот что касается прививок. Еще был вопрос по поводу кроворазжижающего и все такое. Вы знаете, я не хотела бы давать какие-то советы и рекомендации, и говорить, что нужно это пить или нет. Нужно выполнять назначение врачей. Все, что у вас там будет написано в эпикризе. Сколько принимать, ксорелта, не ксорелта, там еще что-то, какие-то там, не знаю, дополнительные препараты. Потому что вот мы здесь лежим, нам очень много делают анализов. Очень. Вот вы не поверите, у меня вот дело, вот она вот такая вот папка толстая. И там все анализы расписаны в динамике. Там смотрят они там, там у кого-то три раза кровь брали, у кого-то больше. И смотрят, как развивается, ну, как изменяется кровь в какую-то там сторону. Потому что гормоны они дают свой эффект. У кого-то положительные, у кого-то на какие-то там другие тесты отрицательные. Поэтому, пожалуйста, не спрашивайте у меня никаких медицинских рекомендаций. Я их просто вам не дам, потому что я не врач, а не доктор. Я могу только передать те слова, которые говорили там по поводу прививки, делать или не делать, и когда делать, и сколько делать. И врач еще раз повторила мне, что все-таки нужно остерегаться вот этих вот передвижных прививочных центров, а все-таки делать это через стационарные пункты, то есть через поликлиники и так далее, через врачей, через рекомендации, через проверку. Вот. Это то, что касается прививки. Еще раз хотела сказать про здоровье своих ближайших родственников. С мужем все в порядке, не жалуется. Ну, хотя он, в общем-то, пожаловаться бы мог, если что-то с ним было не так. Вот. Думаю, что он все-таки переболел. Ну, не в такой... Или, может быть, там, в процессе. Ну, не в такой форме, как я. Вот. И он, поскольку уже прошел практически месяц с момента заражения, но это по подсчетам нашим с врачом, вот, что если он заразился от меня, то он мог заразиться там через три дня после меня, и вот уже как бы как таковым заразным он не является. Ну, это радует, поэтому не бойтесь, там кто-то опять переживает за то, что как приедет моя дочь. Ну, вот, так же, как и раньше приедет, я ее жду, жду внуков, они там уже пищат. Бабочка, бабочка, скучают и хотят ко мне приехать. Вот. И еще я вам что хотела рассказать? Хотела я вам рассказать про персонал. Во-первых, огромная благодарность персоналу. Сегодня у нас была банна прочная. Сегодня, сегодня нам поменяли постель вообще безропотная. Просто спросила, они взяли на пункт, конечно, что вы, да сейчас тут же прибежали. Всю постельку поменяли, я сходила в душик, счастливая и нарядная. То есть я уже себя чувствую бодрячком, но очень сильно устаю, конечно, безумно устаешь. То есть я сходила в душ, практически как разгрузила, не знаю там чего, пачку с картошкой. Вот. Хотела про персонал рассказать. Значит, вот я вам рассказывала, что работают молодые люди здесь. Я с одним разнакомилась. Ну, как разнакомилась? Разболталась, стала у него спрашивать, как что, как он сюда попал. Оказывается. Так вот, про молодого человека. Молодой человек работает здесь санитаром. Пришел сюда работать вместе со своей девушкой в октябре месяце. Не знаю как, ну просто по трудовому договору. У них сейчас график сутки трое. И живут они тут где-то рядом, так я поняла, какой-то дом отдыха или что-то такое. Им там выделили комнаты. Говорит, достаточно приличные комнаты, там с телевизором, с холодильником. Ну, в общем, условия такие нормальные для жизни. И, по всей видимости, там их еще как-то кормят. Вот это я как-то не очень расспросила. Вот. Спросила по поводу того, что, ну, какая оплата, он говорит. Ну, вот они с октября работают. В октябре было очень много пациентов. Работа была тяжелая. График был немножко другой. Денег платили немножко больше. Ну, вот там сейчас, с Нового года, там все что-то пересчитывают. Париж и меняют. Еще что-то там. В общем, получается 1070. Вот. Ну, я считаю, что для молодого человека 70 тысяч, в общем-то, не очень, конечно, большие деньги. Но их еще нужно заработать, да еще в таких трудных условиях. И должна сказать, что полы моют они просто исключительно. Очень хорошо убирают. И все доброжелательные, очень приятные в общении. Вообще весь персонал и помогут, и полотенечко принесут, и матрасик поправят, и покушать, и то и все. В общем, люди все просто замечательные. И я, если честно, прям поражена и очень сильно благодарна всем. Вот. Я ему объявила отдельную благодарность за отлично помытые полы. Ну, просто идеально. Вот верите, вот идеально. Не поверю, что вот мужчина так может хорошо справляться со шваброй. Прям идеально несколько раз помыл, тряпочку помоет, еще раз протрет. И с подоконников вытер, и тумбочки протер. Ну, в общем, я, конечно, понимаю, что здесь должна соблюдаться чистота. Но вот мужчина, прям респект. Молодцы. Вот. Вообще очень хороший персонал, очень доброжелательный. Идут навстречу доктора, медсестры. Причем вот, ну, я не первый раз, как бы, в больничке. У меня проблемы с венами. И всегда мне тяжело делать внутривенно или там брать анализы крови из вены. Я уже в последнее время никому не говорю, что у меня плохие вены. Просто прихожу молча. Вот. Здесь они тогда начинают там в поликлинике волноваться. Там кого-то вызывать дополнительного. Там попытаться у меня кто-то там, какие-то особые специалисты кровь взять. Здесь нет. Надо брать, значит, надо. Я лежу, молчу, ничего не говорю. Раз, нащупала, взяла. И только потом говорит, да, у вас тяжелые вены. Я, в общем-то, в курсе. Ну, то есть, квалификация хорошая у медсестер и у врачей. И вот мне очень еще нравится, что врачи дают, ну, отвечают на все вопросы и стараются рассказать все прям подробно. Мне это очень нравится. Причем пытаются рассказать таким простым языком, потому что, ну, я не медик, что мне тут вот там каких-то слов наговорить. Это мне ни о чем. Я полезу в интернет и буду там что-то читать. Они вот как бы своими словами рассказывают. А, и вот еще что хотела сказать по поводу масок, которые здесь ходят в коридоре. Еще раз говорю, у нас в коридоре обязательно наношение масок. Врачи сказали следующее, что кроме вирусной пневмонии, здесь есть больные, у которых и вирусная, и бактериальная вместе. Ну, и, помимо прочего, еще там какие-то другие сопутствующие. Ну, вот я уже говорила в виде грибка, там еще что-то. Ну, вот, поэтому, ну, зачем мы будем тут делиться тем, чем делиться не надо. Вот, ну, и, разумеется, там соблюдение норм гигиены. Регулярное мытье рук с мылом и так далее. И со всеми такими делами. Вот, вот такие вот дела. Поэтому не спрашивайте, зачем мы тут. Мы все одинаковые. Мы в масках, мы не одинаковые, мы все разные. И еще хотела сказать такую, ну, удивительную вещь. Она, ну, знаете, такая вот все-таки показательная для нас, для женщин. Где бы мы ни находились, в каких бы условиях мы думаем о своей красоте. Но у нас в палате, правда, сейчас ее пересвели в другую палату женщину, там, 84, что ли, ей года. Вы не поверите, она приехала с тремя сумками. В этих сумках у нее наряды, она их меняет. У нее там сорочка такая, пижамка такая, халатик такой. Какой-то сарафан немыслимый летний. Она это тут все одевает. А самое главное, у нее в сумке было зеркало. Вы представляете, зеркало. Она приехала со своим зеркалом. Вот я, наверное, меньше всего думаю о том, что мне нужно будет сюда зеркало взять. Она приехала со своим зеркалом. Она прихорашивается. Она за собой, значит, следит. Вот. Она позабывала все свои лекарства. Но зеркало и наряды она привезла. Вот какие мы женщины. И какая у нас сила к жизни и желание большое. Вот. А вам я хочу всем пожелать не болеть. Не попадать сюда. Ну, вы видите, как я вообще просто уже прям вот хорошо. Но это я, конечно, бодрюсь, потому что... Овит это качели. Вот сегодня хорошо, завтра плохо. Температура. Причем врач сказал, что температура может держаться. Это вот заведующее отделение. Сегодня был на обходе. Он сказал, что температура может держаться до полутора месяцев. Пусть вас это не пугает. Как бы это... Причем эта температура, как он сказал сейчас, я вспомню это слово, что это терморегуляция. То есть это не показатель болезни, а организм регулирует температуру. То есть так надо. То есть это не проявление болезни. Вот. Всем хочу, кто болеет, там многие пишут, что вот мы тоже болеем вместе с вами. Смотрим на вас, как у вас там, что происходит. Все, кто болеет, всем выздоровления полнейшего и скорейшего. Кто не болеет, не заболеть. А вообще всем, 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 всем огромного-огромного здоровья. И еще раз всем спасибо, что принимаете участие в моей судьбе. Что смотрите мои видео, поддерживайте меня. Мне это очень важно. Всем спасибо и пока-пока.